В Казанском федеральном университете состоялась Всероссийская Олимпиада по оказанию первой помощи. На Всероссийской конференции в Институте психологии и образования КФО обсуждался проект «Модернизация педагогического образования». День борьбы с тромбозом университетская клиника Казань провела акцию «День МНО». С 12 по 13 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялась Всероссийская Олимпиада по оказанию первой помощи. Для участия в соревновании в КФО приехали студенческие команды из 16 медицинских вузов России и 5 немедицинских университетов. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. С 12 по 13 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проходит Всероссийская Олимпиада по оказанию первой помощи при участии министра здравоохранения Республики Татарстан, Аделя Вафина и руководителей медицинских университетов страны. Вам очень счастливы. Вы являетесь первыми участниками мероприятий, которые вы проходите ежегодно. Это мероприятие будет называться медотлом. То, что вы сегодня будете делать и завтра, это реально входит в ваши профессиональные стандарты. У вас действительно есть уникальная возможность в одном из лучших симуляционных центров показать, на что вы способны. Очень важна именно командная работа, потому что все, что касается экстренной медицинской помощи, это работа командная. Олимпиада проводится в рамках Всероссийской конференции о Казани скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе достижения и перспективы. Для участия в соревнованиях в КФУ приехали студенческие команды из 16 медицинских вузов России и 5 немедицинских университетов. Ожидаю, во-первых, чего-то нового для себя узнать, проверить свои практические навыки, посмотреть, как коллеги показывают свои умения, что-то, может быть, подчеркнуть новое. Это самое главное. В первую очередь, это, скорее всего, не навыки, а именно оценка того, что я уже знаю, более опытными врачами, более опытными специалистами, которые укажут нам на наши ошибки, в первую очередь, укажут нам, в каком направлении нам расти и каким аспектом медицины нам следует ввести внимание, чтобы не совершать ошибок уже в настоящей профессиональной деятельности. 12 октября в рамках соревновательной части участники представили свои творческие визитки и прошли теоретический этап турнира. Доктора, скорее сюда! У парня остановка сердца! Бегом, бегом! 5 минут! Реанимация? На следующий день команды студентов-медиков демонстрировали навыки по оказанию первой помощи на медицинских симуляторах и манекенах в области акушерства при внебольничных родах, реанимации новорожденных, интубации трахеи, сердечно-легочной реанимации, расширенный комплекс промывания желудка и первой медицинской помощи при ДТП. Приехали на Олимпиаду, Казанский университет. Я так понимаю, это новый симуляционный центр, очень классный, то есть в корне отличается от нашего вообще, наверное. Мне кажется, на европейском уровне очень понравилось, очень классно, завидую казанцам. Мы хотим сказать огромное спасибо организаторам, которые так постарались и подготовили для нас эти станции, это как жизненный урок, такая квест-игра. Больше запомнилась эта первая самая станция, когда просто зашли, и действительно как будто начался какой-то квест, нам подбегает девушка, просто кричит. Мы, честно говоря, в этот момент растерялись, но попытались взять себя в руки, сделали все возможное. В этот день в рамках конференции оказания скорой неотложной медицинской помощи на современном этапе достижения и перспективы КФУ посетила директора Департамента контрольно-ревизорной деятельности и профилактики правонарушения Министерства науки Российской Федерации Мария Хлопотных совместно с Ильшатом Гафуровым. Ей был продемонстрирован реконструированный военный госпиталь, который с 1 января Нового года откроет свои двери для студентов-медиков. В рамках визита она посетила симуляционный центр, в котором заканчивали практический этап участники соревнований. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Продолжая разговор о медицине, хотелось бы отметить, что 13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. В России к этому дню приурочена медицинская социальная акция День МНО. Подробности в следующем сюжете. Университетская клиника проводит социальную акцию День МНО. Пациенты проверят свой уровень международного нормализованного отношения, определяющего свертываемость крови, и получат консультацию специалиста. Это очень хорошая акция, даже не с точки зрения медицинской, а с точки зрения социально-образовательной. То есть каждый человек должен знать о своем здоровье, особенно пациент, который принимает серьезные препараты, которые вмешиваются в такую систему, как свертывание крови. Главная цель акции – борьба с тромбозом. Основная категория пациентов, участвующих в мероприятии, это люди с высоким риском данного заболевания. Тромбоз что такое? Это закупорка любого сосуда, артерии. Артерия – это та система, которая несет кислород к органам и тканям. И если мы перекроем кислород, то, конечно же, последствия будут очень печальны. Это может быть и инфаркт, это может быть и инсульт, и любые другие поражения. Пациенты часто не принимают нужные лекарства, так как при этом нужно постоянно контролировать уровень МНО. Акция призвана привлечь большее количество пациентов к правильному лечению. Из года в год аудитория становится, как и хотелось, более целевой. То есть мы работаем сегодня, например, на пациентов, которым это действительно нужно. Там, где есть прием непрямых антикоагулянтов, которые подлежат коррекции. И мы сегодня реально можем помочь эту коррекцию провести. Акция проводится уже пятый год и возымела свой успех. Только за последний год количество пациентов, проверяющих свой уровень МНО, возросло на 20%. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. В Институте психологии и образования КФУ состоялась Всероссийская конференция. На ней обсуждался проект, который реализовывался в рамках программы «Модернизация педагогического образования». Подробности смотри далее. В Институте психологии и образования КФУ прошла Всероссийская конференция. На ней обсуждались итоги опробации основных профессиональных образовательных программ по уровням образования бакалавриат, магистратуры и аспирантура с направленностью педагог основного общего образования. Это итоговая конференция по проекту, который реализовывался в Институте психологии и образования КФУ в рамках программы «Модернизация педагогического образования». Не случайно самой главной идеей проекта этого года является реализация компетентностного подхода. Для того, чтобы в школу пришел учитель более компетентный, профессионально ориентирован. Наш университет является одним из флагманов изменения, трансформации, подготовки учителя во всей России. В работе конференции приняли участие ведущие отечественные специалисты по проблемам педагогического образования, а также представители Министерства образования Российской Федерации и Республики Татарстан. Это политическое решение реализовать проект педообразования. Это объединение педагогического сообщества, вузовского педагогического сообщества, школьного педагогического сообщества для того, чтобы повысить качество педагогического образования и повысить качество тех педагогов, которые придут учить наших детей. В рамках конференции помимо пленарного заседания планируется также проведение круглого стола на тему подготовка педагога основного общего образования вызова времени и стратегии реализации. Только наш институт реализует 24-летний народный сопоставительный исследование с различными заводовательными институтами в области подготовки учреждений. Мы находим не только отрицательные, но и полноценные стороны друг у друга, которые пытаются внедрить свою повседневную работу. На конференции планируется изучение исторических предпосылок, тенденций, особенностей модернизации педагогического образования в России, обмен учебными технологиями, материалами и многое другое. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается ежегодный фестиваль «День первокурсника». Какие институты уже смогли побороться за победу и чем в этом году удивляют первоши, узнаешь в сюжете Олега Кашина. 12 октября в Большом концертном зале Уникса выступит со своей программой Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Также в этот день выступит Институт вычислительной математики и информационных технологий. Эти выступления завершают серию концертных программ казанских институтов. Фестиваль проходит уже 10-й день и близится к своему завершению. Уже скоро, 13 октября, со своей программой в Казани выступят и Лабужские, и Набережно-Челнинские институты, закончив концертную программу фестиваля. Но «День первокурсника» на этом не закончится. Судем фестиваля предстоит сделать трудный выбор. Кто получит первое место, узнаем уже совсем скоро. 27 октября состоится гала-концерт, где выступят победители фестиваля. Олег Ашин, Роман Полинсков, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе событий. До новых встреч!